Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего Шрифбека Шоева, который разыскивался по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Установлено, что Шоев находился на территории Сирийской Арабской Республики, где проходил подготовку в лагерях боевиков Международной террористической организации «Исламское государство» и участвовал в боевых действиях. В 2016 году он вернулся в Россию. В настоящее время задержанный, конвоирован по месту прежнего жительства в Екатеринбург. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 17-летней девушки. По материалам дела все произошло в одном из домов в Бугульме. Молодой человек провожал студентку и напал на нее в подъезде. Как оказалось, жертвы и подозреваемые раньше вместе учились. В тот вечер они встретились случайно. Решив вспомнить школьные годы, подростки купили немного алкоголя. Спустя какое-то время девушка сказала, что ей пора идти домой. Молодой человек предложил немного прогуляться. Как потом расскажет потерпевшая, проводив ее до подъезда, парень напал на нее и, затащив подъезд, изнасиловал. Прошли с мамой, написали заявление, прошли судмедэкспертизу. Факт изнасилования подтвердился. О случившемся мать узнала только через 4 дня. Все это время дочь боялась признаться. Подозреваемого задержали быстро. На допросе он во всем сознался и подробно описал тот день. Сам парень в произошедшем часе раскаивается, просит прощения, не извиняется. По предварительным данным, у обвиняемого есть психическое заболевание. Вместе с гражданской женой они воспитывают малолетнего ребенка. Сейчас парню грозит до 6 лет лишения свободы. Сегодня в Новосавиновском суде состоялось очередное заседание по громкому делу об убийстве из-за парковочного места. В ходе следствия выяснилось, что конфликт между семьями нарастал уже давно и ссорились они по любому поводу. Преступление произошло 14 декабря 2014 года. Скандал между женщинами разразился прямо на Олесичной площадке. За своих жен вступились Алексей Персиянов и Денис Макаров. На улице началась драка. От удара Алексей упал на землю и, ударившись головой о поребрик, скончался на месте. Спустя какое-то время Денис Макаров отправился за решетку. Однако экспертиза установила, что обвиняемый в момент происшествия находился в состоянии аффекта. И после долгого судебного разбирательства его отпустили на свободу. Но на этом история не закончилась. Потерпевшие обжаловали приговор и дело стали рассматривать вновь. Московская экспертиза заявила, что аффекта не было. На сегодняшнем заседании Денис Макаров в очередной раз заявил, что я не виноват и убийство произошло случайно. Приговор провозгласят завтра утром. Прошло почти больше полтора года, почти два. Стал момент, как не стал моим мужем. Я ему приложила, и с участием моего представителя, мы приложили много усилий для того, чтобы виновный в смерти был наказан. Было проведено еще три экспертизы, которые признали, что никакого аффекта не было, что он полностью отдавал отчет своим действиям. Он прекрасно понимал, что он делает, и он хотел нанести такие повреждения, что человек умер. И я надеюсь, что сейчас суд примет во внимание все эти экспертизы, все наши доказательства, вины этого человека, и вынесет справедливый приговор. Сегодня утром на улице Павлёхина иномарка протаранила маршрутный автобус, в салоне которого находились десятки пассажиров. Все произошло около девяти часов утра, когда большинство казанцев ехали на работу. В автобусе практически не было свободного места. Только по счастливой случайности в результате столкновения никто не пострадал. Тронулись с остановки, завершали на желтый знак светофора. Все стояли на светофоре. Я смотрю, он летит на нас. Понять ничего не могу. Вот так и было. Водитель иномарки рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора. Однако тут возникает логичный вопрос. Кто же тогда двигался на красный? Ни один из участников ДТП признавать свои вины не спешил. На месте происшествия скопилась серьезная пробка. Сотрудники ДПС изучают записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудован перекресток. Теперь последнее слово останется за автоинспекторами. На улице Декабристов автоледи дважды попала в аварию. С перерывом в несколько минут машину девушки протаранили несколько автомобилей. В результате на месте собралось ДТП из четырех машин. Я прямо еду, а он вот так вот. И он меня задел. Автоледи ехала по проспекту Ямашево в сторону улицы Линской. На перекрестке ее подрезал молодой человек с рулем отечественного автомобиля, который с крайней правой полосы решил повернуть налево. Как выяснилось, воитель ВАЗа получил права в Чувашии пару месяцев назад. И, видимо, напрочь забыл все правила дорожного движения, которые изучал на курсах автошколы. Форт оттуда, по-моему, ехал, вот вместе с Лексисом. Он, то есть, не тормозил, получается, что-то сигнал... Я не видела, потому что мы уже здесь стояли, мы рисовали с ним схему. Мы хотели уже ехать сами туда, в ГАИ, то есть он не отказывался. Мы хотели ехать в ГАИ уже там, чтобы здесь на месте ГАИ не ждать. И не заметили, как форт въехал? Ну, я вот там стояла, и я вот просто уже увидела, слышала удар. Кроме того, что молодой человек забыл правила дорожного движения, после ДТП пытался скрыться. Увидев уезжающую отечественную, автоледи погнала за нарушителем. Буквально на следующем перекрестке она ему переградила дорогу. Парень с небольшим водительским стажем признал свою вину. Буквально через несколько минут произошло еще одно ДТП. В стоявшую машину автоледи врезалась другая иномарка. Что повернуть налево? Какую полосу нужно занять? Крайнюю. Какую крайнюю? Левую. Что повернуть налево? Левую. А вы были на какой? На правой. Так получается, вы нарушили? Правила, получается, вы не учили, что ли, в автошколе? Учили. Автоледи предположила, что водитель Форда пытался проскочить между двумя машинами. Одна из которых стояла с аварийными сигналами, а вторая двигалась по крайней левой полосе. Но водитель американской машины не рассчитал свои габариты. В результате он поцарапал внедорожник «Лексус» и врезался в «Киа-Рио». Степень вины каждого водителя установят автоинспекторы. К слову, чтобы покинуть место аварии, автоледи пришлось вызывать эвакуатор. Несмотря на серьезные технические повреждения, в ДТП никто не пострадал. Недалеко от дороги в Зеленодульском районе были обнаружены человеческие останки. На месте находки эксперты-криминалисты определили, что кости принадлежат женщине. Никаких документов обнаружено не было. По предварительным данным, останкам чуть больше двух месяцев. Сейчас следователи выясняют подробности. Возначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проверяется база данных как без вести пропавших людей, так и разыскиваемых людей. Кроме того, были найдены фрагменты одежды женщины. Предположительно, она была одета в демисезонную куртку, черные сапоги, джинсовые брюки, а также красная вязаная шапка с вышитым цветком. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просим обращаться в Следственный комитет. Еще одно ДТП с участием автоледи произошло на выезде из города. На перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе столкнулись автомобили «Форта-Опель». Водители американской машины и очевидцы уверены, что девушка за рулем немецкого автомобиля выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Поворот налево автомобилистам, следовавшим из центра по Горьковскому шоссе в сторону Можайского, запрещен. Для того, чтобы попасть в район телевышки, необходимо поехать направо и там, развернувшись, продолжить движение. Водитель за рулем автомобиля «Форд» так и сделал. Дождавшись зеленого сигнала светофора, он начал движение. Но на середине дороги справа в его машину врезался «Опель». Получил удар, машину отбросило в сторону, я так огляделся, сразу выскочил, смотрю, там две девушки сидят. Я подошел, спросил, все в порядке, они вышли в шоком состоянии, подушки сработали у них. Ну, все. А что девуша говорила? Ну, она хотела пролететь. После столкновения автомобиль «Форд» отбросило влево в сторону металлического ограждения. Очевидцы говорят, что водителю немецкой машины сильно повезло, ведь от удара иномарка едва не перевернулась на крышу. Секунд 15 у нас уже зеленый стафор горел. Он буквально только тронулся, я сзади него ехал. Я смотрю, она летит по тормозам, и все, буквально такой толчок. У него, видите, даже бампер, получается, машина подкинула ее немного. Когда он падал обратно на место, бампером задел, и все. То есть толчок хороший был. Обе машины получили серьезные технические повреждения и смогли покинуть место ДТП с помощью эвакуатора. Люди в аварии не пострадали.